О том, что происходит в Украине в выпуске, я Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Один украинский военный погиб, один ранен в зоне АТО за минувшие сутки. Это произошло в Лебединском из-за вражеского артобстрела. Самая сложная остается ситуация на Мариупольском направлении. Там противник ведет круглосуточные обстрелы. В частности, на участке фронта Павлополь-Широкина. Провоцируют наемники и в Водяном. Также боевики открывали огонь по пункту пропуска Гнутова. В Красногоровке применяли минометы. В Гранитном украинские войска отбили атаку террористов. Общее количество выпущенных боеприпасов превысило 500. На Луганском направлении боевые действия велись на участке фронта Трехизбенка-Новозвановка. Кроме легкого вооружения, противник применял минометы. В частности, в Крымском и Новозвановке. Окупанты выпустили по нашим позициям более 20 мин. Основные боевые действия развернулись в Авдеевской промзоне. Боевики применяли тяжелые вооружения, минометы и пушки. Еще один обстрел из минометов произошел в Верхнеторецком. Жилой квартал Авдеевки в Донецкой области накануне вечером оказался под обстрелом боевиков. Повреждены частные дома, которые находятся в районе промзоны. Никто не пострадал. Также террористы накрыли огнем два поселка Пищевик и Виноградное возле Мариуполя. Снаряды попали в приусадебные участки. Повреждены окна, крыши, стены и хозяйственные постройки в четырех домах. Перебиты газовая труба и линии электропередач. Всего за минувший вечер и ночь на Донеччине разрушено 9 жилых домов, сообщили в Нацполиции области. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Теракт». Нормандская четверка сегодня в Берлине будет говорить о дальнейшем разведении войск на Донбассе, сообщил министр иностранных дел Франции Жан Маркеро. О сегодняшних переговорах лидеры Украины Петр Порошенко Франции, Франсуа Аланты и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились вчера по телефону. Подтвердил свое присутствие на встрече и Владимир Путин. Главная цель – заставить Россию выполнить минские договоренности по безопасности. Порошенко накануне заявил, Украина не будет исполнять политическую часть соглашений проведения выборов на Донбассе, пока российские оккупационные войска не покинут территорию нашей страны. Завтра минские соглашения по безопасности Порошенко обсудят с генетеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Противодействие агрессии России среди обсуждаемых сегодня тем в Страсбурге. Там проходит 31-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Традиционно основные вопросы встречи – этика и прозрачность работы власти на местном уровне, децентрализация, соблюдение прав человека и гендерного равенства. Представители украинской делегации отмечают один из приоритетов – информирование представителей местных органов власти стран ЕС о реальной ситуации на востоке Украины. Незаконная оккупация и аннексия Крыма о военных действиях на Донбассе и полуострове. Украина, в частности, призвала Конгресс остро поставить вопрос о визите политиков на оккупированные Россией территории. Кроме основных целей, которые касаются развития местного самоуправления, которые касаются интеграции непосредственно глав городов, глав регионов в общую европейскую семью, мы в том числе говорим и о тех вопросах, которые, к сожалению, поднимаются. Топ-спикеры в Раде Европы признают, что альтернативы минским договоренностям у нас нет, признают, что есть факты невыполнения с российской стороны таких договоренностей. Четко секретарь Генсекрада Европы обозначает на том, что он кардинально не согласен с позицией Российской Федерации по Крыму и Донбассу. Поэтому минские договоренности должны выполняться. Мандат миссии по расследованию катастрофы Boeing MH17 продлили. Следователи смогут работать в Украине до августа следующего года. Нардепы поддержали законопроект, который внес в Раду президент Петр Порошенко. Это означает, что Нидерланды и дальше будут расследовать причины трагедии, говорится в пояснительной записке к документу. В предварительном докладе международная следственная группа пришла к выводу. Лайнер был сбит ракетой Бука. Ее выпустили с территории Донбасса под контрольный боевикам. Сам зенитный комплекс привезли из России, а после запуска вернули в РФ. Катастрофа самолета 17 июля 2014 года унесла жизни 298 человек, которые были на борту. О суде действия России в Сирии призывает Верховная Рада и Международное Сообщество. Просят Совет Безопасности ООН создать международную группу по расследованию военных преступлений режима президента Асада и его союзника Кремля. ООН и ЕС усилить давление на РФ. В обращении к международным организациям провели параллель. Как и на Донбассе, Россия, взяв обязательства по деэскалации конфликта, лишь разжигает его. Вводит войска, поставляет оружие, ведет войну и пропаганду. Нардепы называют недопустимой безнаказанность сирийского режима и его союзников в уничтожении мирного населения. Подчеркнули, существует реальная угроза разжигания полномасштабной войны на Ближнем Востоке из-за событий в Сирии. Также Россия превратила оккупированный Крым в военную базу, с которой поставляет туда оружие. В своем постановлении мы приводим аргументы относительно сходства актов вооруженной агрессии России по отношению к Сирии и Украине. К сожалению, российская сторона продолжает играть деструктивную роль в вопросе мирного урегулирования сирийского и украинского конфликтов и активно злоупотребляет своим правом вета в совбезе ООН для блокировки любых конструктивных инициатив международного сообщества. Мы видим сходство проведения агрессивной политики России, как по отношению к Украине, так и к Сирии. Все эти преступления, они не должны быть безнаказанными. И успех международной общественности и мир в Украине – это также возможность предотвращать новые конфликты в мире. Эксклюзивные, красочные, фарфоровые. В Украине проведут первый конкурс красоты среди авторских кукол. Мисс Кукла-2016. Соревнование состоится в рамках международной выставки, которая стартует 21 октября в Киеве. На конкурсе своей работы представят около 200 художников со всех регионов Украины. Некоторые мастера приедут из Европы. Все игрушки, изготовленные вручную, над каждой куклой пришлось поработать не меньше двух месяцев. Авторы тщательно подбирают им образ от индивидуального макияжа до эксклюзивной одежды. Изначально считается искусством живопись, архитектура, скульптура. Искусство куклы, это сравнительно, с одной стороны, это древнее искусство, с другой стороны, в нашей повседневной жизни оно стало популярным на протяжении последних где-то 20-25 лет. В течение шести месяцев участники нашей выставки готовились к этому событию. И мы сохраняем интригу тех кукол, которые, ну их вообще никто не видел. Они будут представлены на выставке и они станут участниками этого конкурса. Черниговский театр теней «Файфлайз» после триумфальных гастролей по Европе вернулся в Украину. Их новая программа «Тени Голливуда» – это захватывающее путешествие в мир великой киноиндустрии. Самые яркие моменты легендарных фильмов в теневой интерпретации на столичной сцене оценили и наши журналисты. Команда светлячков, именно так переводится название театра теней «Файфлайз», снова зажигает сердца украинцев. Их шэдоу «Холливуд» – уникальное шоу, стирающее грани реальности. С помощью игры света и тени, изящной хореографии и мастерских акробатических трюков зрители погружаются в знакомые сюжеты голливудских кинолент. На самом деле, театр теней «Файфлайз» – первый театр теней, который взялся за такого рода проект в мире. Никакие до этого театры теней не экранизировали фильмы, насколько мне это известно. Поэтому мы решили сделать такой небольшой прорыв. То есть теперь у нас не просто фигуры, которые собираются из людей, теперь у нас сюжеты, истории. И истории не просто какие-то, а истории лучших фильмов нашей современности и прошлого века. Номинированные не единожды на Оскар Джеймс Бонд «Амели Титаник» оживают для зрителей в новой светотеневой реальности. Готовились почти полгода. Премьера состоялась летом в Китае. Теперь возможность оценить новое теневое шоу появилось у украинских зрителей. По телевизору я видела их. В интернете читала, что они принимали участие во многих конкурсах Европы. Очень было интересно создавать «Шедов Голливуд». Они созданы по мотивам очень известных фильмов. Придумывать все, вникать в это. Как бы, если так можно сказать, читать между строк этот фильм и делать его в тени. Ребята из Чернигово гордятся, стали первооткрывателями жанра театра теней в Украине и СНГ. Сейчас работают в двух составах. Впервые заявили о себе в 2010-м. За шесть лет своего существования черниговские светлячки стали полуфиналистами многих телевизионных талант-шоу Украины и Европы. Хореограф-постановщик Яна Бригинец говорит, справиться с нагрузкой может далеко не каждый. Для того, чтобы удивить зрителя, нужно репетировать по восемь и более часов в сутки. Сейчас довольна работой команды и видит перспективы. Влад, как режиссер, оценивает их какие-то актерские способности. Ну и, конечно, это работа в команде, поэтому наш организатор, наш директор оценивает еще человеческие качества, общается с ребятами. Это очень важно, потому что мы проводим практически 24 часа в сутки вместе, поэтому человеческие качества, конечно, всегда на первом месте в команде. Все участники команды Fireflies из Чернигова. Художественный руководитель Владислав Полищук говорит, менять свою репетиционную базу пока не собираются. Хотят и дальше прославлять родной город. В перспективе у черниговских светлячков проект с оркестром Lord of the Sound. А в ближайшее время планируют объехать всю Украину с тенями Голливуда. Продолжаем и дальше следить за тем, что происходит в Украине. О самом интересном и важном расскажем в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова